Э-э-э. Ты чё ты.. Ты чё.... Ты чё делаешь-то? Смыслу меня света. Чё вы долгозmakFiSe Вы reverse? Нормальный! Выйдите отсюда! Очки отдай мне. Да дай, держи, ты свои очки. Чё ты? Возьмите очки и отойдите, пожалуйста. Пойдёмте, ладно. Пойдёмте, пожалуйста. Ты своё трогаешь, скажем? Почему вы именно на камеру сходите? Ты своё трогаешь? Ты своё трогаешь? Мне хочется принять. Одно метр, отойдите. Продавок пополам. Отойдите, а то нет. Ну и всё, канави отсюда. Обнаглели совсем уже. Эмммм... Не бацаны ж дохера и больше здесь, ты понял, дружище теперь. Да гандон, понял, бля, уёбище лесное, блядь. Вы куплены тут? Или вы хотите сказать, нормально тут бычками мусорить, в людей бычками кинуть? Если в вас кинуть бычок, это что будет? Да, пошли. Эээ... Всем привет. Всем привет. Мы сейчас находимся, значит, у нас, получается, седьмая текстильщика в шесть дробь девятнадцать. Мы сюда пришли... ГБУ Жилищник. Пришли ГБУ Жилищник, юроотдел. У нас тут Роман. Всем привет, да. Сегодня вторник, потом только несколько дней. Мы до сих пор пытаемся выяснить всю правду, в чём всё-таки суть, из-за что ГБУ Жилищник подключил свет Романа. Поэтому Роман идёт. И... Видео всём будет запрещено. Видео съёмка запрещено, что делать. Я вам разрешаю. Разрешаю? Спасибо большое. У нас свет отключили, сказали, к вам приходить. Пасу, водите сюда. Я иду с Россией. Здравствуйте. Вы кто? Я Ходина Роман Сергеевич. А вы в камеру берите, пожалуйста. Нет, камеру мы не уделяем. Вы... Я не государственный служащий, поэтому я не хочу, чтобы не снимали. Я по конституции Российской Федерации могу снимать. Я конечно не буду. А подождите, а вы кто есть не государственную систему? Так он не снимает. А вы должностное? В должностное? Вместе с этим вы парите. Но не государственный служащий? Нет, не государственный. Это у вас частная организация, да? Нет, государственная бюджетная. Но мы не являемся. Государственная служащий. А, понятно. Просто я смотрю, что при икону у вас звали. Думал, что все-таки государственный служащий. Икону звали? Да. Вы не благохорствуйте, пожалуйста. Не благохорствуйте. А вы меня привлеките по статье о справлении чувств верующих. Какой статье вы привлекаете? Ваши два... Кто? Собственности. Как вы? Говноблогеры. А мы как вы. Вы только говноблогеры, да? Что это такое? Тебе есть сейчас? Тоже вовноблогера превращаетесь? Конечно. Конечно. А почему вы закрываете? Я не закрываю. Нет. Почему вы закрываете? Я снимаю. О! Писать жалоб. Сейчас я тебе поджопник. Говноблогер. Кто сказал? Ну, а если я буду говорить, что вы говноначали? Вы можете к нему обратиться на его, если вы считаете, что у вас откроют. Обратите полоски. Вы трухали кровью. Мы будем обращаться. Да. А его мама? Слушайте, вы здесь все неадекватные? Нет. Мы здесь все неадекватные. Мы здесь все неадекватные. Вы думаете, что вы отключили такую компанию? Кто отключал? У вас есть подтверждение, кто отключил? Да. Ваши сотрудники признались. Признались. Конкретно. Игорь. Вы думаете, нормально человеку свет отключить? Кто? Конкретно. Вы отключили. Ваши сотрудники сказали. Конкретно кто? Сказали в юридическом отделе вам все ошкармать. Сказали в юридическом отделе вам все ошкармать. Вы понимаете, что ты сейчас делаешь? Вы отключили ему свет, вы конкретно вот ты. Ты конкретно отключил ему свет своими руками грязными. Оторвал провод. А теперь кто конкретный? Я радостный такой. Если вы считаете, если вы считаете, если у вас есть доказательство, что я оторвал провод руками у дамы гражданина, вы имеете полностью законный право обратиться к этому. Вы тоже имеете право. Ты тоже имеешь право. Я вас не знаю. А тебе ты как будто штык хамло. Вот этот говноблогерин нас назвал, хотя ему предоставили устаревление журналистов. Ты от меня эту хуйню убери, пожалуйста. Я как бы жаленый. Ну что? Я не знаю просто, как вы тут разговариваете. Если вы оказываетесь в каких-то социальных сетях, значит я буду соответственно обращаться с прокурором. Нам пофигу, да. Вам пофигу? А зачем надо вы к нам пришли, если вам пофигу? Всем добрый день. Добрый день. Сержант полиции. Сержант полиции. Я человеку предупредил, что без моего разрешения нельзя доказать с этим. Нам пофигу. Еще раз говорю. Мне насрать. Насрать. Понимаете? Пофигу. Видите какой-то? Мне насрать. Я написал на видео, как хуями покрывал человек. Единственное, что было. До этого матом никто не говорил. Вопросов никаких? Нет. То есть согласно 152 Гражданского кодекса Российской Федерации не было. Вы тоже смотрели этот тупой фильм. Господи. Вы же не полиция. Хорош. У вас ГУСБ под статью подводит. Вы даже не говорите это. Адекватно оскорбляют. Вы называете все. Сами должны были предупредить о том, что вы съемку ведете. Конечно. Видно, что у вас дисплей горит. Хорошо. Горит у меня дисплей. Я веду видеосъемку для личной безопасности. Все понятно? Вот кто-либо выражался матом. Либо ругался. Либо применял. Вот мы указываем. Я сейчас... Другое имею ввиду. Я сейчас говорю, что меня выкладывает сеть без моего личного разрешения. Они кто пока не выкладывает? 152 часть 1. И мы его так же. Вы читали 152 часть 1? Света Анжела посмотрит. Можете представить. Пустает руки. Ругаются матом. Просто вот эта информация вам также объясняется. Прекрасно. Смотрите. Смотрите. У него две руки заняты. Как мне снести? Я ничего не говорю. Просто говорю, что поступила данная информация. Объясняю вам. Совершенно верно. Я с вами брани ругался. Сейчас мы это делаем все. Можете пройти. Оскорбительно приставал граждан. Вызов поступил. Обязан приехать. Все. Забирайте. Вот. 20.1. Сейчас будем вызывать полицию. Будет разбираться. Устные заявления, как говорите. Все. Сейчас порешаем. Да. Вы смотрели ролики. Мы вас не вызываем. Кто вас вызвал? У нас единственный заложный вызов, да, получается? 19.13. 19.13. Просто непонятно, как распускать. А ложный вызов-то это к вам. Слушай, а ложный вызов-то это к вам. Вы в рапорте отразите, что данные не подтвердились просто. И все. Конечно. Я работаю. 19.13, да. И напиши, что там усматриваются признаки административного правонарушения по статье. 19.13. Я все угрожаю. Вот видишь? Какая? Ну-ка, какая? Какая? Это вот у вашего в зеленой кофточке нарушение общественного порядка. Читали? Да. Читали что такое? Что такое 20.11? Что это такое? Как оно называется? Откуда он знает это? Да? Нет, там всего два слова. Мелкое, хулиганство. Что это такое? Слушайте, давайте я с ним поговорю, он хоть похож на А вы юрист, кстати. Вы юристы здесь, да? Это юристы. А, точно, это юридический отдел. Да, коллеги. Классно. Даже я знаю. Светом никто не отвечал. Смысль не отвечал. А че у меня светом? Чего вы толкаетесь? Че толкаетесь? Че толкаетесь? Вы не мешаете нам работать. Че толкаетесь? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Тихо, тихо. Взять отсюда. Аааа, вот оно лицо жилищника. Да я не понял. А если ты женщина, то веди себя как женщина. У тебя язык есть? Ты провоцируешь меня сейчас? Да. Не нужно, нормально. Я конечно сейчас умею. Садись. Нормально. Выйдите отсюда. Очки отдай мне. Ну дайте пойму. Ну ты, тихо. Я тебе матерь рожу с матерью твоей сыном. Рожди, родишься, когда тогда будешь матерью. Иди отсюда. Очки отдай мне. Иди отсюда. Очки отдай мне. Ну они не мешают. Наташ, очки отдай мне. Я тебе не Наташа. Наташ, очки отдай мне. Ну ты что, какой-то. Да, да, да. Держи ты свои очки. Ну что ты? Ну возьмите очки и отойдите, пожалуйста. Пойдемте, ладно. Пойдемте, пожалуйста. Ты свое трогаешься, скажем? Почему вы именно на камеру схожи? Ты в моем находишься? Ты свое трогаешься? В твоем? Ты чего орешься? Где я в твоем? Ты камеру мою отпусти? Ты хочешь украсть камеру, нажиться на это? Да. Тебе мало платится? Я уже украл. Очки украл уже. Иди отсюда. Ну очки туда. Я разберусь. Отпусти. Ребят, вы нехорошо ведетесь. Отпусти. Да кто у него падает? Уйди отсюда. Отпусти. Я сейчас обороняться буду. Я тебя не трогаю. Я тебя не трогаю. Я тебя не трогаю. Мужчина не в дом. Стойте и терпите. Ты мужчина? Ты мужчина? Наталья. Наталья. Не докапывайся для женщины. Не докапывайся? Она толкается, тут ходит как провод. Хватай мои вещи. И что? И что теперь? Хотя бы вы имели уважение, пропустили бы человека. Хотя я думаю, что... Так у него язык есть, мы его пропустили вообще-то. Взяла, бляпала очки мне. Ты видел, как это происходило? Не ци. Да. Она тебе на отпечатки снять. Похитилась. Ты видел, как это все происходило? Что? Как эта девушка прошла? Хотя понимаете, что ситуация так привычная. Я ее хвалил. Она специально нас начала толкать. Я говорю, что вы делаете? Если вам нужно пройти, выскажите это. Она потом накинулась. Вот это я уже кинулась. Ну и понятно. Чего вы мужчину? Вы очки зачем взяли? У меня куча. Я буду в суде наступать. Отойди. Необходимо принять. Необходимо принять. На два метра отойдите. Отойдите. Андрей, отойди. Андреюха, отойди. Да, ну что. Отойди. Если будет суд, я выступлю противcentury. entonces, не честно против нас, да конкретно? Нечестно, а против нас, да? Вы неправильно действовали. Хорошо, все. Андрюх, Андрюх, ты гей, скажи мне? Вот ты гей или нет? Вот ты гей или нет? Зачем мужчину другого трогаешь, скажи мне? Ты изнасиловать его хочешь или что? Ну, улица. Ты скажи мне, ты гей или нет? Ну, скажи мне, ответь мне на вопрос, на простой. Иди, снимай на улицу. У меня прием населения. Нет, прием населения. Ты почему так неадекватно себя ведешь? Вы мешаете мне реально работать. А вы мешаете жить людям? Где твое рабочее место? Люди, отключение электричества. Вот население. Ну так разбирайтесь с теми, кто отключил. Так рабочее место твое где? Здесь никто этого не делает. Андрюх, скажи мне, где твое рабочее место? Где твое рабочее место? Андрюх, где рабочее место? Идите туда. Идите туда, откуда вы пришли. Где рабочее место? Андрюх, где рабочее место? Посмеялись. Счастливого пути. Счастливого пути. Спасибо. Выходите, ребята. Нам необходимо... Мы ждем полицию. Рабочее место, где твое, Андрюх? Где? Мое рабочее место. Где здесь? А твое где рабочее место? Вот тут. ну и все канай отсюда канай отсюда ты по понятиям хочешь побазарить? Базаришь кучеря? сидел? где я сидел? идите и снимайте, где-нибудь в другом месте ребят, идите гуляйте идите гуляйте идите и займите чего-то полезно хорошо? пусть, пусть чувствуется не, пусть чувствуется можем потом это доказать эй 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 ты что тут да что делаешь то? ну что вы, выйдите отсюда да не хочу я, выходите оттуда хорош, отойди Андрей ладно, мне надо Все, ребят, ребят, хорош, хорошо, успокоились, успокоились. Что ты устроил? Выходите. Что он на меня напал? Делайте вот это зеленым. Кто дерется? Что происходит? Вот зеленым. Мы здесь стояли, был начал. А зачем ты это делал? Офигеть. Ребят, вы не наглейте. Вот полиция есть. Зачем ты руки распускаешь? Вы не наглейте. Взял, раскинул. Руки не распускаем. Успокойся. Взял, раскинул. То все, я вам сразу сказал, он неадекват. Вообще дикий вот этот. Я говорил. Нифига, ребят. Я говорил сотрудникам Росгвардии. Мы же вам сказали его задерживать. Он неадекватный вообще. Сиди, да если бы Наташа там сидела. Так вот скажите, вы чего... Скажите своему психу об этом. Какой кучей? Какой кучей? Чего? Не ты еще ноги ссывал, когда двери закрывал? Когда двери закрывал? Да я очки стоял, я разговаривал с вашим сотрудником. Человек где был? Ну а что, вот, молодой человек, как вас зовут? Андрей, получишь его? Как вам? Андрей Александрович. Офигеть, ну смотри, какой погром устроил. Больше конфликта. Сейчас дождем с местный экипаж. Офигеть. Это дикит, да. Проверьте личность сразу. Мы же сразу скажем, что он неадекват. Так, почему он здесь... Давайте все-таки. Офигеть, если каких конфликтов. Теперь у вас дурят. Да, да. Экипаж, ты что допустил? Проветриваться. Все, козет, перечень. Чуты, по факту заработать. Все. Пойдемте в машину. Пойдемте, провоцируйте. Ну что, он и на вас, что ли, кидается? Что, как кашляет? Все, как кашляет. Я не знал, что все кашляет. В прошлый раз девушку избили, сейчас погром устроили. По нарастающей. Давайте вы отойдете тоже на 2 метра. Не надо провоцировать дальше. Кого? Провоцировать? Нет, мы вас не подходим к вам, не волнуйтесь. Да это дикий, он кидается, он сам провокатор. Не переживайте. Нет, занимали. Сзади вот это почему? Вам, по-моему, они... Вы нечем нахитуряете. Вы полицейскому говорите, что ли? Я сейчас слышу, но реально, он даже просто за языком не следил. Осталось, да, как он хватал меня чуть-чуть. Я не понимаю, почему он решил, что он может это, типа, силой кого-то начать за шкерман выталкивать оттуда? Что охреневшее? Что охреневшее? Это уж хозяин жизни тут, не знаю. Сотрудников разговаривали, у вас кобура и остегнутый пистолет, не потеряйте. Говаривали с сотрудником коммунальной услуги Алексеем Александровым, не помню как, который исполняет обязанности начальника. Стоял, разговаривал с ним. И вот буквально только он сказал, все, 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 я пошел, и вот этот выбегает и сразу двери толкает. А у меня, я еще стою там. За ногу, естественно, вон попало. И все, и он, давай, психовать, толкаться и в стороны. Поехали, фенатур, курят в общественном месте, прямо возле выхода. Примейте меры, пожалуйста. Вон они, три девочки, нашу там, рука. Там выход, организация. 15 метров нету. Привлеките, пожалуйста. Победите, померяйте. Вот я и спрашиваю. Как мне оформить разрешение? Курилки привлекли внимание. Да, прекрасно. А кто из этих девушек толкал? Не знаю, у меня помогало, позвало, я подошел. Я не звал, я не... Вы хотели поснимать, поснимайте. Я не хотел. А вы снимаетесь? Обнаглели совсем уже. Совсем... Поднимите свой бычок, пожалуйста. Поднимите свой бычок, пожалуйста. Бычок, поднимите свой. Она в меня бычок кинула, ни хрена себе. Я говорю, подними бычок. Ты же дохера и больше здесь, ты понял, дружище. И чё теперь? Ты сейчас на улице, понятно? Чего? А мы где, не на улице? Вот именно, что ты сейчас на улице. И чё? Потом пересечемся, пообщаемся. Когда мы с тобой пересечемся? Я с педиками не пересекаюсь в принципе. Да сам-то гандон, понял, бля? Уебище лесное, блядь. Во, видите? 20.1, забирайте его. Если не забираются, выносить вас женщин, это не значит. У меня нет документов, что вы бы хотели? С какой целью? С нами. С какой целью? С целью составляния национального потокола. За что? Выражение нецензурной брони. Я выражался нецензурной броней? Мы вас корпорали гражданина первые. Как? Как я сказал? Медиком назвал? Я сказал, я с педиками не пересекаюсь. Это что такое? Лейтенант, вас ангажировали? Меня? Да. Вы куплены тут? Или вы хотите сказать, нормально, тут бычками мусорить, людей бычками кинуть? Если вас кинут, бычок, это что будет? Подожди, Паш. Подожди. Вижу, как вы провоцируете людей. Каким образом? Правильно. А почему человек матом ругается? Человек себе не позволит. За провокацию привлеките его, а того за то, что он матом ругался. Вы чего его-то отпустили? Сейчас мы напишем на лейтенанта, какая разница. Пусть привлекают лейтенанта. Вы не будете забирать человека? А вот. За мелкое хулиганство, который матом орал. Какое мелкое хулиганство? Оскорбительно приставал ко мне, орал матом нецензурной броней. Что не прошло? Кинуло в него бычком. Кинуло горячим бычком, в меня. Здесь нету видео. Как? Вот он снимал. А он там прямой эфир. Хорошо, просто тогда установите личность, а я потом все в заявление прикреплю. Пойдемте, покажу. И бычок так и не подняла. Она прямо при мне, на мою видеокамеру зафиксировала. Что? Установите ваш личность. А их личность установить? Конечно, я вам дам паспорт, раздумываю. Только без вот этих вот. Естественно, естественно. Паш, Паш. Ну да. Да, да, да. Про личность. Вам сейчас моя личность не понравится. Нам и так не нравится. Уже не понравится. Это вы полицейскому угрожаете или что? Это я вам. Бычок, лучше сходи, подними. У вас про личность не спрашивали. Кто таких вообще воспитывает, да? Это нормально. Про личность полицейскому говорить не понравится. Полицейский. Что? Вызовите ГИБДД сюда. В связи с чем? Автомобиль стоит на тротуаре, нарушая пункт 12.4 правила дорожного движения. И ваши тоже, кстати. Хорошо, сейчас до ужина дежурная часть. И тротуар. Тротим дежурный при интерфейке. Тем временем шел пятый день, какая-то без света, да? Да, четвертый, пятый. То есть они делали все, что угодно. Дрались, матерились, да? Но только не включали тебе свет. Было просто просто взять и вызвать сотрудника. Мы обнуш не можем вызывать, они нас отсылают. Седьмая улица. Заявление будете принимать? 6 до 2. 6. Нет, протокол о принятии нужно заявление. Согласно 730. Вы не будете задерживать хулиганов? Скажите, пожалуйста, лейтенант. Я не вижу этих хулиганов. Не видишь хулиганов? Не, не вижу. Почему? При вас человек матом ругался. Вы услышали мое слово «педик», при этом не услышали... Я слышал от вас. Цензурное, цензурное слово. Цензурное? Да. Я с инвестиционной экспертизой проводить не буду. Давайте мы проведем. Каких-либо представаний оскорбительных. Если я вам скажу, что вы похожи на педика, вы скажете, что я вас оскорблял. Я? Да. Ну, это вам так кажется. Ну, а почему вы тогда сказали, что он... У меня тоже есть определенное мнение, да, свое личное мнение. Скажите, вы говорите, что он оскорблял. В отношении... Совпадающее с законом, или нет? Совпадающее, конечно. Мне не надо... То есть можно вот орать матом, да, кидаться бычками. Я не видел, как бы... Что еще? Горячим бычком. Я еще... Вы увидите это. Я сразу говорю. Я сразу говорю. Когда я увидел, вы напишете заявление... Я сейчас вам подам заявление. ...установлен гражданин, будет привлечен к административной ответственности. Если на данной видеозаписи будет состав административного правонарушения. Все. Вы не хотите изъять бычок? Изъять? Да, как предмет орудия совершения правонарушения. Административного правонарушения? Да, да. Не, не хотите. Не хочу. Я понял. И человека, который также ругался матом второго вот этого лысого какого-то... Он... Дяденьку, да? Который, говорит, пересечемся там, что-то еще. Вот который тут находится, сзади меня сейчас. В 15 метрах. Вы тоже не хотите установить, нет? Установить в чем? Установить личность. Знаете, что такое установить личность? Установить личность. Вот, да. Или вы считаете, что он ничего не нарушил, так? Паша, здесь все решается через бабло. Перестань. Мне вам заплатить надо или что? Вот что вы хотите? Вы у меня как, деньги вымогаете или что таким образом? Я не понимаю. Себе свои деньги оставьте. Да я-то оставлю, я же не даю взяток, понимаете? Я просто не понимаю, я просто не понимаю. Провокации, провокации. Пожалуйста, 306-ю подписывайте. Почему я должен подписывать? Потому что. Подписывай 306-ю. Сань, подписывай 306-ю. 310-ю, 307-ю, там, 1-4, 1488-ю. Все, подписывай, Сань. Офигеть тут. Не этого. Я не этого имел в виду, что он хоть и не очень мне приятен, но он ничего не совершал. Ты видишь, что они в резервах? Это нормально. Решает, решает вопрос. Брат Анны. Друзья, может быть, тот возомнил, что он друг. А вы по правилам препартовали? Я? Припарковался. По правилам? Не мешает никому при выезде. При выезде? А на тротуаре вы не находитесь? А 12-19, часть 3, прим-2, знаешь? Мы просто спорим. Я говорю, можно так парковаться? Он говорит, нельзя. И мы сидим и спорим. Как будет, не знаю. По правилам или нет? 12-19, часть 3, прим-2. Есть такая статья, там до 15 лет, если вы должностное лицо. И расстрел на месте, под колесо. Стреляйте, кто будет? Пенис под колесо и раздавлен. Ожидайте участкового, если вы отказываетесь писать протокол заявления. Я не отказываю, я его продиктую. Я гражданин Молдавии, не могу писать. Участковый, участковый. Мне документы ваши нужно установить, а что личность для принятия протокол заявления. А если нет паспорта, то не примите? Сейчас участковый подойдет, прим-2. Вам зачем? Ожидайте, ожидайте. Я с вами ожидаю, охраняю вас, ничего с вами не случилось. Спасибо. Вы хулиганы-то будете устанавливать личность? Установил уже. Уже установили, да? Но не того, с белой. В серой такой. В серой. В серой. В серой. В серой. В зеленой. Да девушка-то понятно. Второй, который пошел матом ругался потом на меня. А с вербительно приставал. В раском кидался. Потом, потом за девушку пришел вот этот матом ром. Матом, они получают. Человек. По одному звонку вы будете позвонить на это? Пристаньте, пожалуйста. Мою не может. Мою? Да. Демин Александр Сергеевич. Демин Александр Сергеевич. Нет, другой. Спасибо. Спасибо. С маньяком перепутали вас, извините. Не та фамилия. Демин. Демин Александр Сергеевич. Демин Александр Сергеевич. Александр Сергеевич, вы хотя бы машину в тротуару билете? Есть же места. Демин Александр Сергеевич. Демин Александр Сергеевич. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у меня жалоба на сотрудницу полиции. Отказывается принять у меня заявление. Сейчас тоже ничего не нарушили, да? Пока они пристегнутыми двигались. Ничего не нарушили, Демин? Точно? Не надо снимать меня. Да мы разберемся. Ну, Демин, ну скажите, ну честно, ну да, нарушил, там, забыл в движении, там, раздел 2 ПДД, там, мне чужд, например, там, или не знаю. Или там, ну, извините, забыл, там, что-нибудь еще такое, скажите, чтобы у вас человечность хотя бы была, понимаете? Полиция же должна быть с человеческим лицом, в конце концов. А не то, что хулиган бычки бросает, там, матом орет, а вы законопослушному гражданину... Заявление всех хулиганов на наказывание. Да и мы знаем, как вы наказываете. У нас девушку избили в прошлый раз. Вот в жилищнике тоже, только в другом месте, в ОДС. Представьте, тоже пришли решить вопрос, чтобы человеку, чтобы хотя бы помыться в ванне, не при фонарике на телефоне, да, а хотя бы при свете, да? И так же на девушку напали и избили ее. Да, вы не подумайте, там было всего три человека. Вот парень, ну, как заявитель, да, который, его друг и девушка. То есть на них троих накинулись. Поэтому сегодня вот нас здесь так и много. Закассировали, чтобы... Да, да. Ну, не сотрудники накинулись, да? Работники, да. Работники, работники. Для жилищников, да. Слушайте, а где наш этот нарушитель-то с зеленой майки? Без понятия. Уже ушел работать, наверное. Демин, а где нарушитель-то, который Росгвардия задержал? Они его отвезли или нет? Росгвардия я не видел. Росгвардия задержала кого-то? Ну, судя по всему. Вы сами, говорите, задержала Росгвардия. Вы мне вопросы задаете. Я установил личность того, кто с вами там бочками. Ну, это девушки, а второго установили? Мужика установили личность? Мужчины? Ну, мне указали на девушку, она вас бросила. Да, кто матом ругался, вы не видели при вас? Нет? При вас кто матом ругался? А, я понял. У вас многозадачность не работает, походу, да? Работает. Работает. Ну, вот, я вам указывал, говорю, мужик стоит в 15 метрах от меня. Где у меня на фамилии? Вот, установите его личность. Вы меня не слышали, видимо, я не знаю, там, где я 10 раз сказал, видимо, мало. 15, 20. Я нецензурно вырагался? Я нецензурно. А, то есть, я спровоцировал, якобы, ну, даже если я спровоцировал, значит, можно. То есть, если я вот сейчас вот камеру на вас направил, я уверен, что вам это не нравится. Если вы меня убьете, вас не посадят, да? Нормально все будет. Да? Нет, нет. У вас была словесная перебранка. Да, да. Либо там состав административного правонарушения, я не уверен. А, нет, все, да. Каких-то приставаний к вам не было. Не было, да? Приставаний? То есть, это я к нему обратился, а не он ко мне, да? Обратились вы к нему? Да. Я понял. Как так? Вы не окажете содействие? У нас нет этого обязанности. Остановите, участковый, остановите, остановите гражданку. Да, вообще. Двигается по тротуару, смотрите. Участковый, правонарушение. Хотите помогать. Правонарушение совершается, участковый. Участковый, установите личность гражданки. Участковый. Участковый. Гражданки личность установите. Чтобы они приватно подключили. Сотрудник полиции. Вы что делаете? ДТП. Вы сейчас скрываетесь с места ДТП. Сотрудник полиции. Остановите ее, пожалуйста. Блин, мне ее сомневаться. Машину просто вошел. Я вам 20 раз, на него еще одно заявление будет поступить. Два так же заявления. Что у нас сделали? Я 20 раз сказал. Правонарушение, правонарушение, правонарушение. Участковый делал, что не слышал и говорил. Слушай, а почему полицейские все приезжают и хотят на себя... А мне кажется, это не полицейские. Я не знаю. Я не понимаю. Причем никому не интересно разбираться. Никому не интересно разбираться. А, да, давай. Сейчас кто-нибудь другой приедет. Сейчас друг на друга скидывает. Хотя он уполномочен по 12 главе КУАП. Снимают фильм. По 12 главе КУАП именно участковый уполномочий оставлять материал. Всем привет. И вы, наконец-то, тоже машинку будете убирать, да? Заместитель начальника паркуется на тротуаре. А где здесь людям ходить тогда, скажите? Где здесь людям можно ходить? Где тротуар? Почему? Участок трогает чужой транспортный рельеф. Нет, почему? По очереди, по очереди. Чужой транспортный рельеф. Много задачностей нет в полицейском. У женихи электроэнергии не отключают. Не отключают. В данном случае жилищник не направляет сотрудника для проверки наличия, отсутствия электроэнергии и по какой причине она отсутствует в конкретно данной квартире. Хорошо. По причине какой? По той причине, что у человека имеется задолженность конкретно за данный вид услуги. Содержание ремонта. То есть кто-то... Который включает в себя заработную плату того же самого электроэнергии. Слушайте, вы не сказали в МОСЭнерго, у меня бумага есть на руках, что у меня все оплачивает. Дождите, мы правильно понимаем, что кто-то... кто-то отключил ему какие-то хулиганы электричества, правильно? А вы просто не хотите включать, потому что он не оплачивает счета, так? Мы на эту тему уже общались еще полтора-два часа назад. Я просто не слышал. Ну так правильно мы понимаем. Ну так не ответили. Мы с ним общались. Нет. Правильно. Правильно. Все хорошо. Отличная схема. Классная. Классная вход закона. Я тоже, кстати, удивлял. Значит, ты, тебе, кто смотрит вот в эту камеру, подписывайся. Вот канал на Паблик, Ситизен и на Алрас Ньюс, подписывайся. А вот ты, ты зритель, который здесь, ну да, вот ты подписывайся на канал Борис Иванов. И обязательно, ребята, там лайки, всякие комментарии пишем. И голосуйте за вот этого вот дяденьку симпатичного. Кто это? Какой округ? Давай быстрее. Мои замечательники, 25-й округ. Какая фамилия? Все, мы так победим. Чья фамилия? Моя фамилия? Твоя, твоя. Ты не знаешь мою фамилию? Люди, может, не знают твою фамилию. Орел Андрей Викторович, 25-й округ. Запоминаем, пацаны. Спросите у Орла Андреевича. Самое главное, самое главное, то, что вы-то смотрите и знаете, это понятно. Вот бабушек, дедушек, родителей, надо привести за руку и правильно поставить галочку. Бабушку не пускают. Я видел, я дедушку не пускают. Что они вам говорят? В общем, говорят, что рабочий день закончился, все, женщины не пускают, но женщина пролежала... Сколько вы в больнице пролежали? Что? Сколько вы пролежали в больнице? Месяц. Около месяца пролежала в больнице, а за это время ей просто взяли и отключили электричество. А тоже отключили электричество? Так... Мы тут просто по такому же поводу. Тут человек пять дней сидит. Отключился еще в холодильнике, а там полно было продуктов. А то есть они самовольно отрезали вам прям провода? Ну я не знаю, что они там отрезали. Вы судебное решение принято получали по отключению? Судебное решение получали по отключению электричества? Ну нет, конечно, никто не был. Видите, ребята, оказывается, это не первый случай, что такое происходит. Да, да. А вы, не открывают вам? Раньше этого никогда не было. Вот только что заперли. Заперли на крючку. А здесь к празднику все наготовили. Рыба, колбаса, мясо все. И отключили. Все испорчилось. А вы уже пенсионеры, и как бы, соответственно... Ну уж мне 90 лет. И вот неужели трудно открыть, наверное, 2 минуты? А никому это не надо, к сожалению, у нас же, как бы, не социальное государство. Не надо людям помогать. То есть вам судебного решения у вас нет, потому что главное включиться? Нет, конечно. А вы до этого все оплачивали, все исправно, да? Все, конечно. Они не имели права, по сути, отключить, вообще никаким охранять. Ну что, я думаю, будем стоять тут, пока не откроем бабушки. Здрасте, зайдите ваше руководство сюда. Бабушке 90 лет, Света, отключили. Ну вам какое дело, бабушке? Вы ее не будете бить? В смысле, какое нам дело? Я бабушке 90 лет. Все, пускайте. Пускайте. Ну держи дверь. Да не будем и заходить. Ну держи дверь, пустите. Пустите бабушку. Пустите бабушку, все. Проходите. Только не бейте ее там. Не надо мне юриста, проходите. Я буду представлять интересы к юристу. Один пусть заходит. Один, ну не молодой человек. После 5-10. Если решили, бабушке помочь, пожалуйста, успокойтесь. Уберите ногу, молодой человек. Уберите ногу. Уберите ногу. Давайте сотрудникам. Уберите ногу. Да не трогайте вы его. Так, вы сейчас тихо все. Ну что вы в самом деле? Замолчите вы. Не надо запекать рот, не кричите. Все, тихо, тихо. Молчите, пожалуйста. Я сейчас пообщаюсь. Я сейчас буду представлять интересы этой женщины. Спасибо. Доверенность ваша, что вы пригодите. Мы устраиваем соглашение у нас, женщины. Не надо. Мы обойдемся, что не надо. Конвенция. Вы обойдетесь, вы не обойдетесь там. Всего доброго, до свидания. Вы кто? Не важно. Сейчас на охраннице. А вы сейчас на охраннице. По инструкции я должна запретить. Вам подождите. Все, 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 мы не идем туда. Все, все. Решите проблему с бабушкой, хорошо. Сейчас мы решим проблему с бабушкой. Хорошо. Дождите секунду. Сейчас мы уберем, что ЧОП уполномочен. И все. Все. К вам вопросов нет. Идите разбираться с бабушкой. Елена Яковлевна, скажите, пожалуйста, у вас есть при себе удостоверение частного охранника? Я его не буду показывать вам. Почему? Вам пофигу на законодательство в Российской Федерации? Нет, я показываю проверяющим органам. Это вы так решили сами? Да. Закон решил по-другому. Я сдаю экзамены и знаю. Плохо знаете. Вы покупаете их? Правила и... Вы покупаете экзамен? Плачете? Ну, просто вы не знаете. Я не у вас. У меня не экзамен надо. Часть 5, статья 12 прим. 11, статья частной детективной охранной деятельности. Закон. Вы не знаете. Я знаю. Это моих правил. Алло, Михаил, что, решили вопрос вообще? Подключат, сказали. Когда включат электричество? Да секундочку, я вас прошу, что это просто важно. Да ну, надо же разбираться с учетом. А, ну то есть, по сути, просто-напросто отключат... Оказалось, что электроэнергия в квартире присутствует. Отключитель... А, присутствует, да? Легко. А что, автоматы выключены или что? Как это неисправность? В моем время, пока бабушка была в больнице, видимо, автомат отключился. Заветка через ЕДЦ была дана, тут же была исполнена. Все было решено. Включено было, да? Конечно, скорее всего, автоматы выбило, да. Ну все, хорошо. Ни долгов у бабушки нет, ничего нет. Хорошо, все. Завтра будем решать с бабушкой вопрос по поводу вполне возможного обмана компании, которая устанавливает и делает поверхность счетчиков. А, то есть, сторонняя компания, да? Сторонняя компания, если вам известно, навязывают свои услуги, как бы на будущее. Нередко обманывают граждан. Займитесь этим вопросом, да. Занимаясь столько. Трехотними, хотим делать поверхность. Вы же не знаете, чем вы занимаетесь, мы много чем. Ну вот я, как бы, говорю вам хорошую идею. И обманывают граждан, правильно? И капитально обманывают граждан, да. А вы 2,5 тысячи им отдали, да? Вот мы завтра с Аллой Михайловой посмотрим. Мне позвонили к телефону и сказали, завтра придет второй мастер. А он позвонил и говорит, и вы мне должны будете за работу отдать 2,5 тысячи. Слушайте, ну это безобразие на самом деле. Ну вы сделаете бабушке все? Ну естественно. Можем надеяться? Там уже сделано, ребята. Там уже все сделано. Ну все, хорошо. 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 Сейчас, вот сейчас бабушка перед домой, у нее электричество будет? У нее и было электричество. Электричество не оказалось в то время, когда она лежала в больнице. Когда она вышла из больницы, она тут же сделала заявку, пришел электрика, все, и исправила автомат. А, я понял, все. Все, теперь понятно. Не возражаете, ребят? Я довезу женщину, бабушку. Сань, убери стульчик. Бабушку сейчас повезет. Ну вот так, а что мы его отпустим, что ли, просто так? Ну а что, он бабушкой прикрылся теперь. Мы же бабушку не будем, типа, это самое, обижать. Ну да. Правильно? Бабушкой прикрываться всегда легче. А, ну так пусть парень же. Мы просто хотели, чтобы красиво вы уехали на зеленом. На зеленом же отсюда я бы не уехал. Почему? Ну, узнать, что это не так-то, это. Я имею в виду, то, что вы на зеленом говорите, не уедете, все договорено, да? Нет, он полагает, что эвакуатор отсюда не заберет. Вы ошибаетесь, к сожалению, мы вам сразу скажем. Но так как вы прикрылись бабушкой, просто мы не можем. Как мы вот бабушку сейчас, получается, подставим? За это отдельное спасибо. За вас. Видите как, вот по-человечески тоже, даже к вам. Такие вот у нас были дела сегодня в текстильщиках, в жилищнике. Опять, как всегда, напали. Чуть не убили, чуть не избили. Чуть не похитили имущество. Все эти дела. Вот. Столько нас тут людей. В общем-то. Пишите, что думаете об этом в комментариях. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Ну и надо что-то с этим делать. Ребят, в следующий раз пойдем к начальству уже их. И будем разбираться. Я думаю, что там таких, в принципе, посидят. И нас тоже там попытаются избить, убить. Там, я не знаю, там, что сделать. Видите, как оно получается. Ну все. Лайки, подписка, там, комментарии. Все, инстаграм, телеграм. Колокольчик не забываем. Группа ВКонтакте, телеграм, инстаграм. Второй канал. Ссылка в описании. Все, всем пока. А стримчик шел, кстати, на втором канале. Я очень много людей его посмотрел. Я надеюсь, на стриме тоже ставьте лайк. И подписывайтесь тоже на второй канал. И колокольчик там тоже не забывайте. Все, давайте. Всем пока. Все ссылки в описании. Бум.